Многие думают о том, что проснемся, будет все вообще безработица. Я рада, что могу тут какую-то терапевтическую миссию привнести и немножечко подуспокоить настроение, что все-таки некая инерция пока сохраняется. За последние две недели из России ушли десятки крупных зарубежных компаний. К примеру, закрылись или приостановили свою деятельность Кока-Кола, Пепси, Старбакс, Макдональдс и Икеа, а также ряд магазинов одежды в сегменте масс-маркета, таких как H&M, Zara, Nike, Adidas и другие. Некоторые из них подчеркивают, что уходят на время, сохраняя зарплату российским сотрудникам, которых десятки тысяч. Мы поговорили с представителем одной из крупнейших онлайн-платформ для найма персонала Superjob Натальи Ильченко. По ее словам, пока портал не фиксирует заметных изменений в динамике размещения вакансий и резюме. Буквально на прошлой неделе провели опрос относительно планов работодателей на сокращение и на повышение зарплат. Надо сказать, что сейчас работодатели предпочитают не делать резких движений, потому что они еще очень хорошо помнят коронавирусные времена, когда очень легко было расстаться с сотрудниками, а вот набрать уже намного сложнее. Особенно набрать талантливых людей, которые будут помогать развивать бизнес. Поэтому сейчас только 7% работодателей планируют какую-то оптимизацию. И это как раз такое время, когда человек, который действительно делает работу, они, грубо говоря, просиживают штаны, вот у него работа всегда будет. А люди, которые имитируют бурную деятельность, им, скорее всего, конечно, будет тяжелее. Сейчас сокращение персонала, по данным Натальи, планирует только один работодатель из 100. Каждый пятый вводит индексацию или повышение зарплаты. На фоне ежедневных новостей предпринимать какие-то решения работодатели пока не готовы. И к тому же тоже относительно прогнозов на рынке труда еще очень свежи коронавирусные воспоминания, когда каждый день аналитики делали множество прогнозов, что будет с рынком труда завтра. Ни один из них не сбылся. Более того, даже на уровне официальных прогнозов восстановление рынка труда планировалось только к 2024 году, если я не ошибаюсь. По факту бизнес продемонстрировал просто какую-то невероятную гибкость и адаптивность. Более того, подчеркивает специалист, большое количество сфер продемонстрировали рост. От ритейла и коммерции до IT. Общепит, который пострадал, смог оперативно подстроиться под сервисы доставки. Что касается последних двух недель, то пока картина остается прежней. Все те сферы и профессии, которые показывали рост на протяжении последнего времени, эта динамика сохраняется. Что касается зарплаты, это, конечно же, программисты, грамотные управленцы очень нужны. Если чуть пониже опускаться по зарплатным ожиданиям, это менеджеры по продажам, дальше курьеры, таксисты и так далее. То есть вот все те планы, которые были у компании по найму, они сохраняются и, соответственно, конечно, там и люди активно на эти профессии устраиваются. Если брать в расчет пандемию, то требования соискателей к работе изменились. В частности, если раньше удаленка пугала работодателей, то сейчас это стало нормой. Дистанционная работа из любой точки мира может стать еще желаннее на фоне иммиграционных настроений россиян, которые обострились за последние две недели. Требования изменились особенно у представителей поколения Z. Они очень оценили возможности и преимущества удаленной работы. Там сохраняется высокая доля кандидатов, которые при наличии двух равных по деньгам предложений, они скорее выберут предложение с возможностью полной или частичной удаленкой. Удаленка вообще стала новым трендом на рынке труда, опять же на фоне пандемии. Сейчас есть большое количество вакансий, особенно войти в диджитал-отрасли, когда необязательно проживать в том же городе, где находится твой работодатель, необязательно тратить большие деньги на жилье и на другие вещи. По уровню зарплат в самых высокооплачиваемых отраслях Башкирия находится на 44-м месте среди 85 регионов. Татарстан расположился на 38-м месте рейтинга. На первом месте Сахалинская область, где сотрудникам нефтегазовой отрасли платят в среднем по 384 тысячи рублей. В топ зарплатных предложений по Башкирии всегда, кроме вот этих наших любимых айтишников, попадают вакансии врачей. Вообще, в принципе, зарплаты у врачей за время пандемии выросли. По итогам 2021 года показали вот одну из самых высоких динамик, по-моему, на втором месте после Айти, если я не ошибаюсь. В топ всегда попадают вакансии рабочих специальностей, у которых, кстати, тоже выросли зарплаты, в том числе на фоне пандемии, и вакансии курьеров и таксистов. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, к концу года уровень безработицы в России может достигнуть 7%. Пострадать могут промышленность, транспорт, сфера торговли и общественного питания. Мы, конечно, советуем держаться за текущую работу. Если так получилось, обстоятельства сложились, что человек ищет новую, мы советуем присмотреться к отраслям, которые будут ответственны за импортозамещение. Это сельское хозяйство, это ритейл и айти, конечно же. Несмотря на то, что пока специалисты не могут сделать прогнозы о доходах жителей, ранее власти объявили о первых мерах поддержки. 8 марта Владимир Путин ввел выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 16 лет. Вчера глава Минтруда России объяснил ТАСС, что размер такой выплаты будет составлять либо 50, либо 75, либо 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.